Памятные мероприятия, посвященные скорбной дате, началу войны, прошли во всех уголках Гродненщины. Уже по сложившейся традиции гродненские правоохранители отметили этот день символичным велопробегом. В этот раз велосипедисты в погонах стартовали в 4 утра 22 июня, почти от самой границы нашей Родины. Именно в это же время и в этот же день, 76 лет назад, немецкие войска напали на СССР. 41-й год заложен в долину маршрута, протяженность которого составила именно 41 километр. По пути участники велопробега делали остановки и возлагали цветы, а также венки к памятным местам боевой славы. Финишировали велосипедисты возле здания УВД у памятного знака сотрудникам органов внутренних дел Гродненщины, которые погибли при исполнении воинского и служебного долга. Всю дистанцию с остановками колонна преодолела за 3 часа. Этим пробегом совместно с Гродненской пограничной группой мы отдали дань уважения, дань памяти тем сотрудникам милиции, тем пограничникам, которые погибли в первые дни войны. Что отрадно отметить, для многих сотрудников стало это еще и познавателем, потому что заместитель по идеологической работе командира пограничной группы рассказал в каждом памятном месте о том, чем она памятна как для пограничников, так и для всех граждан города. Всего в памятной колонне на колесах приняли участие около полусотни человек, среди которых были представительницы прекрасного пола. Напомним, идея проводить такие символичные марафоны родилась ровно год назад. С тех пор за плечами участников сотни километров. И на этом достигнутом милиционеры останавливаться не собираются. Не по расписанию и даже не по маршруту, но весьма эффектно. Конкурс профессионального мастерства среди водителей троллейбусов прошел в Гродно. Несколько подготовительных этапов и долгожданно зрелищный финал. Кто стал лучшим водителем и есть ли участницы женщины, смотрите в нашем следующем сюжете.